всем привет друзья с вами иной периодически на стримах мне задают вопросы об игре kingdom and fire 2 мол стоит ли идти играть или нет на этот вопрос я дам вам совершенно конкретный ответ но прежде чем вы его получите я бы хотел аргументировать его взвесив все за и против проект kingdom and fire 2 всего лишь продолжает сюжетную линию первой игры поскольку ее история началась еще в далеком 2001 году когда компания blue side выпустила стратегию с элементами rpg kingdom and the fire его of heroes с тех времен прошло 12 лет и вот в декабре 2013 года игра вышла в стадию закрытого бета-теста в корее компании blue side удалось вывести жанр real-time strategy на совершенно новый уровень теперь вам не надо было вариться в собственном соку отыгрывая компании в полном одиночестве у фанатов жанра появилась полноценная мморпг который сочетала в себе два жанра с одной стороны игра не изменяла своему традиционному направлению а с другой приобрела элементы rpg да еще и в онлайн мире словом смелый подход компании к делу весьма впечатлял теперь проект выходит и на отечественных и мама прилавках под эгидой компания иного что же он нам предлагает ну во первых традиционные пакеты основателей без которых просто невозможно представить сегодняшний онлайн рынок купи кота в мешке и получить титул бомж на форуме я даже не стану разбирать что там в них входит поскольку концу выпуска это все не будет иметь значение во вторых нам предлагают пройти два альфа теста и один бета тест резонный вопрос а что все так плохо но я заранее отвечу вам на этот вопрос такой ужасной оптимизации я не видел со времен блэс на первом альфа тесте я проводил прямую трансляцию с российских полей сражения и такого логодрома я совсем не ожидал поскольку у меня уже был опыт стримов с тайваньских серверов где игра просто великолепно оптимизирована и даже если учесть расстояние от россии до тайваня то никаких проблем во время эфира я не испытывал далее я хочу отметить что не у каждого игрока хватит терпения переигрывать несколько этапов тестирования сначала поиграя на первые альфы потом на вторую потом на закрытой бете а потом на открытой начни все с нуля удовольствие я вам скажу не из приятных что же касается самой игры то на выбор вам будет предоставлено четыре класса это берсерк здоровущий дядька с огроменным мечом и кастетом за которого разве что самый ленивый стример не успел поиграть воитель очень странный класс который в ближнем бою используют меча в дальнем пистолет маг ну здесь все стандартно в бою используют стихии холода и молнии а в качестве оружия колпачки на сосках говорят помогает выжить в бою извините лично не проверял и на закуску следопыт по сути лучник смешанный с ассасином может пользоваться как луком так и кинжалами в общем ничего нового в плане классов я не увидел прокачка в игре проходит как на обычных квестах типа падай принеси и так и на масштабных сражениях где вы выступаете в роли военачальника отдаете приказы своим отрядом и можете сами вступать с ними в бой идея идея довольно таки неплохая да и в игре она хорошо реализована то есть когда начинается масштабные сражения то вы слышите звон клинков крики армий есть некий драйв такой и динамика каждый отряд имеет свое предназначение пехота стрелки магии и так далее впоследствии вы сможете их прокачивать и нанимать новые огромным минусом не показалось сессионность таких компаний например вам предлагается очистить некий форт от захватчиков вы приходите туда со своей армией и минут за 15-20 все спокойненько зачищайте в конце вам дают награды и присваивают ранг прохождения с одной стороны это экономит время игрока который зашел в игру ненадолго а с другой мы знаем к чему приводит такое однообразие как любое другое однообразие она вам скоро надоест яркий пример тому skyforge где кстати таких вот повторяемости гораздо больше чем kingdom and the fire всего пве активности будет 5 это сюжетные и ежедневные задания рейды на 8 и 16 человек а также миссии разломы которые откроются на максимальном уровне персонажа к слову сказать он здесь 30 не густо правда пвп будет представлена в игре как виде обычных дуэли один на один так и командных схваток 4 на 4 где задачи каждой команды будет проломить строй врага захватить стеллу а дальше вырезать боссы которые из нее вылезет в принципе выглядит довольно неплохо но всего 2 пвп активности быстро надоедят существование 1 вообще сомнительно поскольку это банальный дуэль а а вторую быстро затрут до дыр и забудут для гильдии игра предложит все то что было придумано до нас а это битва альянсов и доминированы над территориями путем их захвата максимальное количество игроков в одной гильдии 60 за захваты крупных городов каждый гильдии будет получать голду резцы для крафта и апгрейды своих армий также участники гильдии могут прокачивать свои гильдийские скиллы которые позволят усилить броню и атаку как вашего героя так и его отрядов а также всякие мелкие ништяки тип уменьшение и уменьшение стоимости ремонта снаряжения и так далее и вот тут мы подходим к главной дилемме игры на всем этом она окончена в игре совершенно нет никакого контента а тот что есть проходится довольно быстро и моментально надоедает чтобы нам не рассказывал алексей макаренков человек с бессомненной харизмой но он руководители отдела маркетинга а такие отделы предназначены для одного заинтересовать игрока вовлечь его в проект а дальше все как у нас любят в общем здесь можно было бы вылить многом воды но давайте я подведу итоги вот вам мой прогноз по проекту на старте у бт в него придут поиграть многие в том числе те кто никогда не играл в мморпг это фанаты ртс игр просто кинда манды файтсу эта игра в их жанре но совершенно под новым углом обзора через три месяца вся эта волна схлынет и останутся только те кому игра прям вот реально зашла а это будут считанные копейки ровно через три месяца в игру подвезут первую акцию с ларцами сундуками и прочими наборами в которых будут содержаться как внешки так и мелкие вещички для прокачки ваших армий возможно будут и сами армии но это не точно полагаю что такие дисбалансные вещи иного придержат на потом хотя если проект будет загибаться на глазах то могут ввести и сразу чтобы отбить бабло за локализацию повторю что в игре нет никакого контента его не было в азии так что в россии матушке ему взяться просто неоткуда вы прокачаетесь до капа поучаствуете в одинаковых активностях а дальше будете сидеть и скучать разумеется в игру придут наши любимые топ гильдии своих вечных поисках свежих ощущений померятся пиписьками а также благополучно потом сольются я не буду сейчас говорить об оптимизации может кбт ее починит но то что я увидел на альфа тесте это вообще никуда не годится то есть в том виде в котором проект передо мной предстал играть однозначно невозможно мой вердикт проекту строить серьезные надежды на kingdom on the fight у это не серьезно интересует игрушка да придите поиграйте обогатить свой духовный ммо мир но на этом как бы и все ничего не вкладывайте никаких наборов не покупайте игровым магазином не пользуйтесь чисто для себя и чисто по фану чтобы проект заслужил денег он сначала должен заслужить вас а если этого не произойдет то и сожалению в будущем не будет также я хотел бы обратиться к комментариям тут совсем недавно где то 7 что ли декабря компания нова проводила опрос среди тех кто поучаствовал там во всех этих тестах типа ну как вам ребят как вы прокачались там до 30 вы здесь задача не очень такая простая прокачать до 30 но ребят только не для русских игроков она непростая вы знаете что наши задроты и в первый день возьмут от 30 уровень так вот в комментах людик пишет так я прям самый первый коммент читай под этим постом первый там иван медведев пишет не играл не взял так до bt все наиграются и забьют второй тоже не играл поиграл на корее понял что игра у г и забил третий зашел побегал полчаса вышел жду о бт четвертый на тайване наигрался если всякие альфы забытой не было не доделаны еще по новой бегать то на у бт сил не хватит предпоследний ну клет побегаем на у бт с такими-то скоростями фугейма правд будет нас 15 человек но это норма пусть еще дольше рожают и последний комментарий такой себе людей мало в общем я вот вам показываю же какое будет мнение у игроков да то есть вот первый как бы самый свежий комментарий что люди об этом думают я вам советую к этому прислушаться прислушаться к тому что я говорю закинуть бабло вы всегда успеете если вам что-то прямо супер зайдет но не стройте никаких надежд ребят не стройте никаких иллюзий у меня на этом все ставим лайки экстренно подписываемся на канал одеваемся теплее и не болеем с вами был иной пока пока бачка кипом и королев дачи